МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вот мы и снова встретились после отпуска и начинаем новый сезон выпусков «Антитопора». Отпуск был проведен с пользой. Перед отъездом один из наших зрителей подарил мне любопытную книгу «Карабах. История в контексте конфликта», изданная в Санкт-Петербурге издательством «Вестник» в 2014 году. То есть это новая книга, она в этом году издана. Тираж, к сожалению, не указан, но страниц целых 404. Четыре сотни собрались воедино фальсификаторы горе-академнауки Азербайджана, чтобы издать эту книгу. Под руководством Тали Гейдарова, председателя общества Европа-Азербайджан. Вот эта книга, хочу показать ее вам. Книга эта исследует историю Карабахского региона, армяно-азербайджанского конфликта. Рассказана, естественно, устами азербайджанских авторов. И как написано в предисловии, авторский коллектив состоит из авторитетных исследователей. Листая дальше книгу, начинаешь понимать, что эти самые авторитетные исследователи никто иные, как Азербайджанская академнаука. Все те же известные фальсификаторы Фарида, Мамедова, Зия, Буньятов, Вагиф, Пириев, Эльдар, Исмаилов и прочие. В общей сложности в книге собраны материалы 12 таких авторитетов, в кавычках. 12 из 17. Остальные 5 авторов иностранцы, оставшиеся нейтральными в этом вопросе. Но спросите вы, для чего они тогда там нужны? Все очень просто. Издатели решили немного разбавить свои опусы под авторством всяко разных углы из АД. Смиттами и Шмиттами. Но при внимательном чтении книги начинаешь понимать, что иностранцы куплены. Все как один журналисты. Одни во время Карабахского конфликта описывали происходящее, находясь на азербайджанской территории. Другие вовсе не бывали ни в Азербайджане, ни в Армении, ни в Карабахе. Всего лишь выполнили заказ. Но выполнили топорно, ибо их цитаты кишат азербайджананизмами. Бог с ними. Их всего пять и не имеют отношения к науке, как таковой. А ангажированными журналистами нынче никого не удивишь. Журналист любит хорошо закусить. Особенно икрой. Черной. Для чего эта низкосортная книга была издана на русском языке и на территории России, думаю, объяснять не нужно. Надежда на студентов политологии российских вузов, которые увидят в магазине объемную книгу с названием Карабах и тут же ее купят. Но Азербайджан не учел тот момент, что прежде чем стать студентом политологических отделений, эти молодые люди еще учились в российских школах и читают независимые источники. Поэтому хороший студент, успешный студент сразу же откинет в сторону это фальсифицирующее творение, как только наткнется на такие слова в книге, как «Древний Азербайджан», «Азербайджанские государства», «Армении никогда не было» или «Ереван и Дербент» «Древние азербайджанские государства» или «Древние азербайджанские города». Кстати, любопытно, что авторы книги, если и делают ссылки, то эти ссылки на самих же себя, на их ранние работы. А некоторые и вовсе не брезгуют перефразировать арабские тексты. Находясь в отпуске, я изучил вот это вот сие творение, которое я уже показывал, понимал, что придется делать на эту книгу опровержение. Причем опровержение по главам. Глав тут несколько, как я уже говорил. Сегодня мы с вами рассмотрим первую главу, которую написал Сулейман Али-Орлы. Это доктор исторических наук Азербайджана и исследователь эпоса «Китааби Дайне Кургут», книга моего деда Кургута, как источника по истории Азербайджана. Свою часть главы Али-Орлы назвал «Республика Азербайджан» с заметки о государственных границах в прошлом и настоящем. Для здравомыслящего студента и специалиста уже одно это название вставляет в ступор. «Государственные границы Азербайджана в прошлом» намек на то, что у Азербайджана в прошлом была государственность, имеющая, соответственно, государственные границы. А теперь по тексту из этой книги. Я себе на листочке выписал, чтобы не листать эту книжицу. Мне будет так удобнее. Ввиду тесной связи истории Карабаха с рядом фундаментальных проблем истории Кавказской Албании, этот вопрос нашел свое освещение в работах Фариды Мамедовой, в том числе в представленной в данном сборнике статье «Албанские истоки карабахской проблемы». Обращаясь к истории армян, автор отмечает, что предки армян принадлежали к фригийским племенам и первоначально жили на Балканах. Как вы поняли, один азербайджанский автор сослался на другого азербайджанского автора. Но это полбеды. Большая беда в том, что у обоих авторов проблемы не только с историей, но и с географией. Фригия – это государство, которое было расположено на территории Малой Азии. Это историческая область Малой Азии, являющаяся первой из известных грекам паназиатских держав. С чего ради Фригия стала Балканской державой? Это серьезный прокол автора уже в первой главе книги. Видимо, Мамедова имела в виду Фракию, которая действительно находилась на Балканах. А Сулейман Аль-Ярлы, не проверив информацию, сослался на нее. Но даже если армяне выходцы из Фригии, то это соседнее государство Урарту. И армяне не спорят, что в их жилах может течь и наверняка течет кровь Фригийца в том числе. Это родственный индоевропейский армянам народ, причем соседний, но не балканский. Балканы и Малая Азия – это два разных полуострова. Далее цитата снова из этой книги. Согласно Аль-Якуби, арабского автора IX века, Арран является верхним Азербайджаном, простирающимся до городов Барды и Дербет. И что же вы думаете? На что ссылка? У серьезного автора ссылка должна быть именно на Аль-Якуби. Верно? Ведь автор приводит цитату именно Аль-Якуби. Но не тут-то было. Автор ссылается, внимание, на Зию Буниатова, одного из известнейших азербайджанских фальсификаторов. Но почему не приведена ссылка на самого Аль-Якуби? Ответ прост. Нет у Аль-Якуби в его арабском варианте этих слов. Арран имел в виду как территорию севернее Аракса, не имеющего отношения к Азербайджану, которая во времена Аль-Якуби находилась там, где и положено находиться, южнее Аракса, на территории нынешнего Ирана. Автор же упоминает Аран в качестве северного соседа Азербайджана. Зато Аль-Якуби не только знал о существовании Армении на том месте, где она и сейчас, но и жил в Армении. Провел там свои молодые годы. И об этом пишет не только русскоязычный источник, но и арабский источник, который сейчас перед вами. Так же и другие источники упоминают это. Зато азербайджанский источник решил опровергнуть все мировые источники и сочинить свое. В азербайджанском варианте, в статье о проведенной юности в Армении, азербайджанцы указали ее в скобках в качестве западного Азербайджана. То есть поправили все остальные источники. Благо, что эту поправку могут почитать только сами азербайджанцы. Ведь им не нужны умные люди. Словно они взращивают не умное поколение, а тыкву. Аль-Якубий жил в 9-10 веках. Давайте заглянем в карты этого периода. Как видите, на картах этого периода Армения на том же месте, где и сейчас. Только в больших границах. А на карте, на той, что выше, перед вами 756-900 годы, Армения указана под номером 5. Рядом, под номером 4, указана Албания. Азербайджана нет. Ни выше Аракса, ни ниже. Карабах в составе Армении, как вы видите. Карты же ниже, 10 век. Армения уже под номером 4. Албания исчезает с карты, а южнее под номером 6 Азербайджан. Тот, что в Иране нынче. Южнее Аракса. Именно этот Азербайджан, населенный ираноязычным народом Азери, и имел в виду Аль-Якубий. Но даже здесь, как видите, Карабах все еще также в составе Армении. Далее. Кудама ибн Джафар, автор конца 9 века, именует Барду также столицей Азербайджана. И тут снова ссылка не на самого Кудаму ибн Джафара, а на некую Азербайджанку Велиханову. Ну, полная чушь продолжается. Почему не на Кудаму-то? Потому что невыгодно показать первоисточник. Во-первых, карту этих годов вы только что увидели, и никакого Азербайджана, севернее Аракса вы не обнаружили. А Барда, город именно севернее Аракса. Во-вторых, Кудама, кстати, он не араб, а грек, исламизированный. Ни разу в своем описании не упомянул тюрок. А Азербайджан рассматривал как провинцию арабского халифата, часть иранской территории, населенной ираноязычными народами. Далее автор пишет. В силу сказанного, вплоть до IX века, учитывая 200-летнее господство халифата VII-X века, земли азербайджанского двуречия, древний Арран, ни юридически, ни фактически не могли находиться. Вопрос этот получил исчерпывающую работу в исторических трудах, базирующихся на греческих, албанских, арабских и армянских источниках. И снова ссылку на Зию Буниятова. Причем автор не привел в пример ни греческих, ни армянских, ни тем более албанские источники. Да и хотелось бы мне знать хоть одного албанского историографа. Были приведены арабские источники, но, как видите, это были фальшиво выполненные переводы Буниатовым, который любил заменять термин «армения» на «албанию», а «армян» на «албан». Да и карты тех лет говорят об обратном. Кстати, Арран – это персо-арабизированное наименование «Албании». В книге также упоминается имя персидского поэта IX века Катрана Табризи, только с небольшой оговорочкой. Он назван азербайджанским поэтом IX века. Как в случае с Низайми, и тут неувязочка. Табризи – персидский поэт и никакого отношения к тюркам Азербайджана не имел. Лишь жил в этой провинции, в Табризи. И во всех источниках мира он был и остается персидским поэтом. Обратите внимание, и в арабской версии он тоже персидский. Вот она, арабская версия перед вами сейчас. Также и в иранской версии, которая тоже сейчас перед вами на экране, он тоже персидский поэт. Английскую версию загляните, персидский поэт. Также и во французской версии Табризи указан как персидский поэт. И только в азербайджанской версии Табризи у нас уже азербайджанский поэт. Не чудо ли, что не поэт средневекового Востока, то азербайджанский? Чудо и мистика. Никто из них не знал родного азербайджанского языка. Далее автор пишет следующее. Арабская историко-географическая литература фиксирует факт государственности в Азербайджане. Якут Аль-Хамави, посетивший Азербайджан, побывавший в его 12 городах, писал «Азербайджан – огромная страна и великое государство». Факт государственности Азербайджана, как я понял, автор черпает из цитаты «Азербайджан – огромная страна и великое государство». Стыдно мусульманину не знать арабский язык. Особенно, если мусульманин правоверный. Так и с нашим автором. Аль-Хамави употребил термин «балят», что по-арабски может означать как страну, так и территорию, область, местность. Если бы Хамави применил термин «дауля» или «джунхурия», то это было бы по-арабски означало «государство» со всеми его статусами. Но Хамави применил «балят», имея в виду Азербайджан в качестве персидского владения. В арабском источнике же Хамави пишется «Азербайджан – балят кабирь ваазир». Это что касается цитаты Хамави. Теперь о городах Азербайджана, которые посетил Хамави и назвал их азербайджанскими. Обратите внимание на эти города. В Азербайджане Якут побывал дважды в 1213 и 1220 годах, посетив Тебрис, Марагу, Урмию, Уджан, Ахар, Марант, Варави, Хой, Сараб, Ардебиль, Ушну и Мьяне. Наверное, он побывал бы и к северу Аракса, но этому помешало монгольское нашествие, пишет автор. По всему тексту видно, что на территории современной республики Азербайджан Хамави не бывал. В это время как раз монголы только привезли туда татар, предков нынешних азербайджанцев. А перечисленные города, в которых побывал Хамави, все до единого находятся и нынче на территории современного Ирана в провинции Азербайджан. Посему вывод, что когда Хамави бывал в этих городах, он встречал в них ираноязычных народов Азари, живших в своей большой провинции и не знавших о существовании тюрок, которые совсем скоро их настигнут. И настигнут из Средней Азии. И это будут туркмены. Редакция Восточной Литературы пишет следующее. В средневековой истории туркмены играли немаловажную роль в жизни Ирана, Малой Азии и Кавказа. Известия о туркменских набегах в указанных странах XI-XV веков так много, что они могли бы составить специальный том. Однако туркмены эти через сто лет, после ухода с родных кочевий, отрывались от своей родины и входили в соприкосновение с другими народностями. Сложнее обстоит вопрос с теми туркменами, которые ушли в Закавказье. Большая часть этих туркмен вошла в состав азербайджанского народа, как одна из составных его частей. Естественно, что история этих туркмен войдет в историю Азербайджана. Однако в конце XIV или XV века в среде полукочевых, полуоседлых туркмен армянской возвышенности сложился замечательный эпос Китааби-Коргут. Вот вам яркий пример, кто такие современные азербайджанцы, откуда они прибыли в регион, как называли и чем отличаются от народа Азари, о стране которых писали арабские авторы Средневековья, когда говорили об Азербайджане. Азербайджане и Азербайджане и Аране, Албании в отдельности. Сегодня мы рассмотрели одну половину первой главы этой книги «Корабах. История в контексте конфликта». В следующем выпуске рассмотрим вторую часть этой же первой главы. Азероакадем науки хочу напомнить, что, как вы заметили из цитаты, «Туркменистан ждет вас домой, на родину. Хватит бродить по Закавказью и приписывать себе чужое. Пора бы и верблюдицу подоить под ташаузом». Увидимся.